Время 12.30, зал практически заполнен. Все в напряжении, в том числе и совладелец аккумуляторного завода Дмитрий Басков и главный инженер и разработчик корректировки проекта Дмитрий Гуриков. Александр Рогачук берет на себя обязанности модератора встречи, мэр Бреста, подчеркивает, что, исходя из предыдущих встреч, определил 10 вопросов, на которые и должны ответить представители завода. Но с самого начала разговор не заладился. У каждой стороны было свое видение диалога, а потому часть собравшихся ушла. Я остановил, чтобы мы могли в городе нормально услышать все точки зрения. Отвечать вот это уни-то, уни-то и все остальное. Старо, что говори. Давайте, говорите. Уважаемые предыдущие, оставшиеся сегодня, на самом деле, сегодняшняя встреча лично для меня это и подтверждение, и продолжение той открытости, которую мы публично заявляем. Лично для меня сегодня все те отмены, которые озвучиваю с вами, очень важны, потому что я, в том числе, головой отвечаю за соответствие предприятиям и законодательной части. Встреча продолжалась с теми, кто остался. Сразу хочется подчеркнуть, что все люди настолько глубоко вникли в эту тему, что стали не просто противниками завода, которые не хотят его работы здесь, а не стали профессорами и доцентами в этой теме. Итак, Дмитрий Гуриков, главный инженер и разработчик корректировки проекта, рассказал, что сегодня завод аккумуляторных батарей соответствует всем нормам законодательства. По моей оценке, цена дальней встречи была тем людям, которым не безразлично деятельность аккумуляторного завода, донести достоверную объективную информацию о всех аспектах или проблемных моментах, которые неоднократно затрагивались как в средствах массовой информации, так и в телеграм-каналах. Те вопросы, которые были собраны, мы постарались собрать наиболее острые и актуальные вопросы, не замалчивая ни один факт и предоставив максимально полную и подробную информацию. Поэтому я считаю, что в целом цель встречи достигнута. Мы осветили все те проблемные моменты, которые связаны с деятельностью данного завода. Наша позиция, она как и была, так и остается. Мы, наша организация и я, как главный инженер данной организации, должен сделать проект в строгом соответствии с требованиями законодательства. Если видно какое-то несоответствие, прошу предоставить информацию, указать на данное несоответствие. Мы должны эту информацию рассмотреть и дать оценку, она объективна или нет. Верить или нет данным заявлениям, категорически не верят в них противники строительства аккумуляторного завода. И на это есть основания слишком много. За два с половиной года было неправды, невыполненных обещаний, подлогов. Да и сейчас на конкретно поставленные вопросы, на аргументацию людей, ратующих за чистый Брест, за здоровье детей и внуков, контраргументов не находилось. Демьян Леписевич, общественный активист, четко выстраивал свои доводы, приводя цифры и факты. Поддерживали его и другие выступающие. На их взгляд, из этой ситуации есть три выхода. Первый – проведение нового общественного обсуждения. Можно отойти назад и сказать новое общественное обсуждение, чтобы это все было честно. Если та сторона хочет или позиционирует себя как принципиально соблюдением законодательства. И та сторона должна отказаться от использования дыр в законодательстве, если она себя так позиционирует. Второй вариант – это перенос этого предприятия. Я считаю, что даже проведение общественных обсуждений, оно породит все равно для них проблему, что делать дальше. Потому что очевидно, что общественность выскажется против этого предприятия. Они останутся один на один с этой проблемой. Наверное, один на один. Второй вариант – это перенести это предприятие, используя диалог общественности, государства и собственника. Ведь решения тоже можно найти. И тоже очевидно и понятно, что у наших органов власти нет достаточно законодательных рычагов, чтобы это инициировать и сделать. Но это должна быть тоже добрая воля заказчика. Но если будет трехсторонний договор, вернее, трехстороннее сотрудничество, можно составить такой прецедент. Я считаю, что это будет даже польза, потому что это сплотит общественности над решением какой-то общей, не какой-то конкретной общей проблемы. Это сплотит общественность и покажет всем последующим поколениям и другим регионам, что диалог нужно искать, а не вилы точить. И всегда нужно находить диалог. Но даже перенос завода в другое место, представим, что это случится, должен осуществляться по определенным нормам и правилам, со строгим их соблюдением. Неудобных вопросов на этой встрече было достаточно много. Но диалог был, как отметил Александр Рогачук, зачастую на грани фола. А встреча, пообещал мэр, продолжится. Лариса Смолович, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.